Даша, ну как? Давай первые впечатления. Для тебя это, получается, второй выход на лёд после... Как это для тебя? И прошлый опыт прокомментируй сразу, и этот опыт. Ну, невероятные эмоции, потому что полный зал. Я, в принципе, люблю полный зал. И публика очень тепло встречает, поэтому, наверное, не передам словом, какие сейчас эмоции. А ты, получается, второе шоу, пока у тебя без прыжков, да? Но при этом как идёт восстановление, и как тебе кажется, насколько близко уже... Ну, потихоньку, без скачков, чтобы ещё раз ничего не случилось. Но ровно наверх всё восстанавливаю потихонечку. Прыжки в том числе потихоньку начинаю восстанавливать. Ну, сейчас в каком-то облегчённом режиме это проходит, да? Ну, в плане тренировок. Так же всё по времени, по количеству. Просто элементы делаю другие, которые мне сейчас нужны. Даш, как вообще весь этот период переживала, когда мы тебя не видели на соревнованиях? Как тебе, можно сказать? Я переживала, наверное, только первый день. Прям очень переживала панически. А потом, ну, всё обдумала, сознала, что, ну, значит, так надо. И просто использовала это время по максимуму полезно, восстановилась. Старые болячки восстановила. И всё, в принципе, всё сделала, насколько это возможно. Пришла с силами. Чем занималась во время вынужденной паузы? Ну, в сидячем положении мало чем можно заниматься. Вот, поэтому, если есть занятия, то это подготовка КУГ. Но ко мне часто приходили ребята, поддерживали меня в гости. Поэтому было классно. В отделе вместе время тоже. Даш, скажи, а где черпать мотивацию? Мне кажется, ты лучше всех знаешь. Как зарядиться этой мотивацией и заряжать ей в любви? Наверное, в моём случае, это посмотреть на спортсменов, которые дошли до этого уровня, что у них сейчас есть. В принципе, вот, стараться достигнуть этого же. У меня много таких примеров. Как ты думаешь, нужна ли это профессиональная психологическая помощь? Мне кажется, это зависит от человека. Мне, в принципе, не нужно было мне кто-то. У меня не было такого, что, ну, всё, это там, конец. У меня это было в первый час, а дальше нет. Поэтому это всё зависит от человека, характера ему и всего. У вас очень классный телеграм-канал с девочками, необхознанный. Можешь рассказать, кому пришла идея его создать? Как это получилось? Да, это мы просто сидели с Алиной и Аней, сидели, шутку придумали. Такие, может, не шутку, а в реальность, ну, или сделали. И это так хорошо пошло. Нам понравилось, вроде и подписчикам нравится. Интересный формат. Замена тут Берххаусу получается? Ну, типа, да. Но я думаю, он даже интереснее, потому что мы стараемся чаще выходить, что-то придумывать. И поэтому это, наверное, реально лучше. Даша, какие теперь планы? Может, по программам какие-то идеи есть вообще на следующий сезон? Есть одна идея, которую, естественно, никто не скажет. Вот. Ну, а, конечно, восстанавливаться. Потом после отпуска у нас сбор в Новогорске. Все как обычно. Ну, ты настроена продолжать борьбу? Конечно. Наоборот. После травмы я приняла желание еще дольше, там. Тут фанаты спрашивают в комментариях насчет необхознанного. Увидят ли они там Камилу и Сашу? Как это вообще будет? Я думаю, это стоит им вопрос задать, не нам. Поэтому прокомментировать я это не могу, наверное. За других людей. А как вообще происходит выбор идей? Что вы будете снимать, то будут снимать? У вас есть какая-то группа творческая? Это просто поход. Кому-то Штукову пришло. Или... Ну, Таня часто просто сидит, думает, думает, думает. Иногда это просто спонтанно. Иногда просто это жизнь, какие-то видосики без смысла. Без смысловой нагрузки, в принципе. Ну, очень круто. Прям реально интересный. Спасибо большое. Спасибо большое. Удачи. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...